Вы слушаете новости на Радио Радуга в студии Юлия Рогова. Доброе утро. Правительство Литвы разрешило с 1 сентября проводить культурные и спортивные мероприятия как на улице, так и в помещениях без ограничения числа участников. Однако решение может быть отозвано, если ситуация с коронавирусом начнет меняться в худшую сторону. Также планируется вести обязательную самоизоляцию для иностранцев и граждан Литвы, приехавших из третьих стран. Предприятия, на которых работают иностранцы, должны за свой счет тестировать приезжих на наличие коронавируса. За нарушение правил предприятиям будут грозить штрафы, а иностранцам депортация. Президент Гитана Сноуседа отправляется в Брюссель, чтобы обсудить новый долгосрочный бюджет сообщества и фонд восстановления коронавируса с лидерами из других стран Евросоюза. По мнению наблюдателей, в целом Литва может рассчитывать на примерно 15 миллиардов евро без возвратной поддержки Евросоюза и еще несколько миллиардов льготных кредитов. Будут ли у нас идеи о том, как распределить эти деньги не только тем, кто научился их брать, но и создать лучшее государство для будущих поколений. Науседы в Брюсселе также поставят вопрос о ревизиционистской политике России и ее попытках переписать историю. В Клайпиде завершили реконструкцию затянувшуюся на полгода 800-метровой улицы Прешпилю, которая ведет к терминалу круизных судов. Общая стоимость проекта составила 2 миллиона 800 тысяч евро. На протяжении последних двух лет подъездные пути к визитной карточке портового города ремонтировались. Процесс несколько затянулся, что вызвало недовольство у горожан. Однако сегодня власти официально заявили, что работы на этом участке окончены. Рядом с проезжей частью оборудованы велосипедные дорожки, 48 новых мест для стоянки автомобилей и отдельная площадка, где смогут припарковаться 8 машин. Кроме этого была изменена траектория улицы, ее сдвинули на несколько метров к югу. По словам городских чиновников, это было сделано для того, чтобы прилегающая к дороге территория бывшего Клайпидского замка, площадь и городище были лучше видны как водителям, так и пешеходам. Министр внутренних дел Рита Томащуни не говорит, что возможно в связи с угрозой запуска Островецкой АЭС в августе необходимо усилить всю гражданскую защиту. Для этого надо организовать профилактическую работу, информирование населения и реальную оценку угрозы. По словам министра, подготовка к вводу в эксплуатацию электростанции обойдется Литве в 135 миллионов евро. Премьер-министр Сауле Скаверняли сегодняшнего дня находится в трехнедельном отпуске и будет отдыхать в Литве. Если у него будет возможность, также посетит одно из стран Балтийского побережья. Обязанности премьер-министра будут в этот период выполнять министры финансов и энергетики. В Клайпиде заболела продавщица предприятия Юркус и партнеры. Зараженная сама заявила, что 4 июля она посетила рынок Горюной. 16 работников магазина промышленных товаров на улице Вингео под Станиславо вынуждены самоизолироваться. Некоторые сотрудники торгового центра Урма-Местялис также проходят проверку в Каунасе. Ранее там побывали заболевшие граждане из Пакистана. Общество В связи с возросшим количеством краж велосипедов и самокатов полицейские напоминают о возможности зарегистрировать свое транспортное средство в полиции. В случае кражи вернуть помеченный велосипед или самокат будет намного проще. Зарегистрировать можно на сайте www.pajimetas.lt Культура Звуки дня уличной музыки будут звучать в разных местах старого города Клайпеда, начиная с полудня в субботу. По словам координатора мероприятия Лины Линцевичути, до 40 разных стилей и музыкальных групп исполнители должны будут создавать чудесную музыку. Основное большинство музыкантов расположится на набережной реки Данги возле Меридианоса, на театральной площади, а также на улицах Тургаус и Тилту. Горожане смогут услышать музыкальное разнообразие от классики до электронной музыки. Столетний британский ветеран-капитан сэр Томас Мур ошеломил мир тем, что заработал 32 миллиона фунтов стерлингов для Национальной благотворительной организации здравоохранения, ходя кругами в своем саду во время пандемического кризиса. Закрытая церемония посвящения в рыцаре в присутствии королевы состоится сегодня в Виндерском замке. Сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от 23 до 25 градусов тепла. Вода в Валтийском море прогреется до 17-18, а в Курском заливе до 20 градусов. Солнечная активность сегодня высокая, поэтому рекомендовано использование защитного крема. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...